Субтитры делал DimaTorzok В общем, бесконечное количество мнений, как, к сожалению, и почти по всем вопросам. Вы знаете, мне бы хотелось прежде всего сказать вот о чём. Один из основателей, а точнее, наверное, основатель даже кибернетики, Винер, конечно, всем известный, ну, в школе же все знают Винера, конечно, и чаи с ним гоняли, ещё бы, да, говорил так. Никакая наука не может существовать, если не будет прежде убеждения веры в то, что природа подчинена законам. Ну, верно! Я привёл его имя. На самом деле, это все говорили об этом. Ну, конечно! Если мы не верим, что в природе есть законы, тогда что изучать? Вся задача именно в этом. Вопрос другой – а какая природа? Физики изучают материю, биологи изучают жизнь, психологи изучают сознание. И все говорят о том, что всюду есть законы. И верно! Верно! Действительно! Оказывается, материальная природа удивительно закономерна. Природа нашего организма, вообще всего живого, просто поражает. Наверное, все же помните, как Пифагор, небезызвестный, взглянув на небо, сказал – космос, красота! Космос – греческое слово. Женщины знают косметику, конечно. Красота! Он был поражён! И действительно, чем дальше учёные занимаются исследованием природы, во всех этих сферах, тем больше поражаются именно удивительной закономерностью всего существующего. Ну, вот вы знаете, конечно, законы существуют всюду, именно законы природы. О юридических я не говорю законах, это совсем другая сторона. Но, к сожалению, меньше всего обращается внимание на то, что является самым главным для человека. Ну, мы же все прекрасно понимаем, что в человеке главное – это не его же просто, его физика, его биология. Мы говорим, прежде всего, человек хороший или плохой. Мы говорим о духовном и нравственном образе человека. Об этом говорим, по этому ценим. Надёжный человек или нет? Можно его доверять? Или нельзя? То есть, мы говорим о какой стороне? Той стороне, которая может быть выражена одним словом – душа. Так вот, оказывается, душа человеческая – это не какая-то абстракция, а здесь целый мир. И мир – тот, который так же, так же закономерно и прекрасно устроенный. Это чрезвычайно важное положение, без которого невозможно говорить ни о какой стороне человеческой личности. Мы или верим мы в том, что в человеке взаимосвязаны не только психологические все процессы, но и нравственные, и духовные, или нет? Ну, конечно, верим! А куда ж тут денешься? Но как? Интересно, а какие здесь есть законы? Что здесь любопытного и интересного может быть? И вот, обращаясь к теме свободы, мы здесь можем отметить некоторые из этих законов, которые имеют чрезвычайно важное значение для её понимания. Что такое свобода? Ещё Кант, германский философ, конца XVIII – начала XIX века, говорил, свобода – это возможность производить действия от самого себя, ни от чего-либо, независимо даже ни от каких обстоятельств. Вот я вот так действую! И в этом смысле, говорит, есть свобода, которая обусловлена уже, но чем в состоянии моего «я», то есть моим нравственным и духовным состоянием. В одной и той же ситуации два человека поступают совершенно различно. И мы говорим – добрый человек, говорим – злой человек. Ситуация, кажется, одна и та же. Поступки совершенно разные. Однажды в автобусе – полный автобус, все сидят, и вот один молодой человек до того начал себя безобразно вести. Все возмущаются, не знают, что делать буквально. В автобусе ехал один диакон. Я вам рассказываю случаи, которые действительно произошёл. Диакон. Этот диакон, до того, как он стал диаконом, был в своём городе, среди молодёжи назывался королём. Вы знаете, кто такой король? Молодёжь должны знать! Руководителем! И вот он рассказывал – сидит, я не могу, я злюсь, что с ним сделать с этим нахалом. Не будь я диаконом, я бы знал, что я бы сейчас ему сделал. А неудобно священнику подойти и это сделать. И решил проблему. Знаете, что он сделал? Он подошёл к нему и говорит, да почему так? Говорит, а мне, мне мама всё разрешала делать. Слышите? Кстати, интересно! А мне мама всё разрешала делать. И этот диакон говорит, да, мне тоже. И дальше, ну, мальчик этот диакон был хорош. Схватил его за нос с такой силой, он зарал, как сумасшедший, подвёл его туда, к этому, где водитель, говорит, открой дверь, вытолкнул его на улицу, вернулся, весь автобус! Спасибо вам огромное! Вы избавили от этого нахала! Свобода смотрите, как осуществилась с двух сторон. Первый – а мне мама всё позволяла делать. Кстати, хочется сказать, вот помните, когда, да, может, вы сейчас и знаете, когда так много говорили о ювенальной юстиции, и многие возмущались и говорили, как это такое? Можно прийти, прийти, эта опека может прийти, забрать детей, отнять от родителей, верно, возмутительно. А с другой стороны, вы знаете, что такое ювенальная юстиция? Господство детей, родители, а родители, слуги, даже рабы, в законодательном порядке, если родители не будут для ребёнка делать то, 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 в холодильнике не будет соловьиных язычков, да, или икры морского ежа, то всё, тут же ваших детей отберут. И вдруг мы смотрим, а мне мама всё позволяет делать. То есть, что такое? Полная свобода! Результат налицо! Что происходит с человеком? Оказывается, свобода сама по себе это ещё ни о чём ещё не говорит. Она, как и очень многое другое, как меч обоюдоострый, может действительно быть благом для человека, а может быть орудием самоубийства. И то, и другое. Я сказал, что какие-то законы есть. Вот назову первые из этих законов, которые, кстати, должны бы изучаться психологами. не знаю, изучаются или не изучаются. Это же вопрос другой, но назову один из законов. Формулируется он ну, таким образом. С нами происходит очень много вещей, событий, случаев, с которыми мы ничего не можем сделать. Они происходят с нами, и всё. Причём, о чём идёт речь в данном случае? Я говорю об одной стороне этих событий. Вдруг человек делает то, о чём он даже потом сожалеет. Говорит, сам не знаю, но я не мог так не сделать. Это плохо. Почему? Есть один важный психологический закон. Оказывается, если человек свободно, без насилия каких-то обстоятельств, там, людей, влияний, совершает поступок против своей совести, против своего понимания добра и зла, то, оказывается, поступая так в своей жизни, он, в конце концов, затем начинает поступать отвратительно, безобразно, начинает поступать даже вопреки уже своему желанию не поступать так. Я вам приведу одну из мыслей очень известного психолога, психолога, германского психолога Юнга, который пишет следующее. Сознание не может без наказа намериться с торжеством аморального. моё сознание с моими моральными поступками. Сознание не может безнаказанно мириться с торжеством аморального. И в человеке возникают самые тёмные, подлые, низменные инстинкты, не только уродующие человека, но и приводящие к психическим патологиям. Это закон. Как часто? Ну, подумаешь, обманул. Ну, подумаешь, соврал. Подумаешь, слукавил. И так далее. Подумаешь, подумаешь, подумаешь. Надо понять одну великую истину. Как закон материального мира требует исполнения, в противном случае мы искалечим себя. Но неужели это мы не понимаем? Что нельзя на мороз идти полураздетым. Нельзя садиться на горячую сковороду. Нельзя прыгать с пятого, с десятого этажа. Это мы все прекрасно понимаем. Вот здесь, оказывается, кожа наша, ой, какая умная кожа! Она знает, что нельзя. А какой ум наш? Закон говорит о том, что поступки, противоречащие нашей совести, нашему нравственному чувству, постоянно повторяемые и неограничиваемые человеком, в конце концов, пробуждают в человеке самые, самые, как Юнг выражается, извините, уж такие слова действительно сильные, самые тёмные, самые подлые, самые низменные инстинкты. И мы это видим. Вы, наверное, наблюдали иногда, совершая вдруг преступление, спрашивая, почему это сделали? А я не знаю! Он даже и действительно подчас не знает. Нет никаких, каких поводов или причин для того, чтобы это совершить, и человек вдруг это делает. Кстати, есть другой закон, о котором тоже нужно сказать. Закон удивительный. И если бы только мы этот закон знали, приняли, то, наверное, избежали бы очень много. Закон этот гласит следующее. Простите, ещё раз вам повторяю. Как мы закон тяготения не можем отменить, точно так же мы не можем отменить вот этих нравственных законов. Не можем! Они действуют неукоснительно. И вот один из законов, ещё один, какой? Всякое незаконное, незаконное, то есть противосовестное, против совести, наслаждение влечёт за собою стократные страдания. Вот сейчас мы едем на машине, что-то вспомнили, какие наказания там в западной, например, в Германии, какие там колоссальные штрафы, такие огромные, что уже люди стараются, нет, 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 только не попасть под штраф. Если бы только мы так же поверили, что, оказывается, бессовестные наслаждения противозаконные, оказывается, неминуемо влекут за собою сто раз большее страдания. – Какой же принцип жизни? – Вот сейчас отец Илья ссылался на церковь, на христианство. А вообще стоит почитать, хотя бы раз, почитать Евангелие. Стоит почитать. Там указан очень интересный закон. Он формулируется очень просто. поступайте по отношению к другим людям так, как вы хотите, чтобы они поступали к вам. Если вы хотите себе добра, поступайте по отношению к ним. Не делайте никакого им зла, и вы не получите. Напротив, оказывается, любое деяние, свободное деяние, когда человек по отношению к другому человеку поступит вот таким бессовестным, я бы сказал, образом, оказывается, будет возмездие, существует нравственный закон. Вы знаете, вообще приходится удивляться, что о нравственных законах никогда, я помню, нам в школе не говорили. говорили о юридических законах, говорили о физике, химии, биологии, математике, не говорили о нравственных законах, говорили нравственные нормы. Ну, норма и норма, но я и понимаю, что норма, она сама по себе, а я сам по себе. Нет! Это печально! Не просто норма! Что такое норма? Норма – это сидеть на нормальном стульчике, а сидеть на раскалённой сковороде – это не норма! Что она означает? О! Вот что такое нарушение тех так называемых нравственных норм, которыми должен жить человек. Чем и отличается человек, что у него, кроме этой физики тела, кроме его биологии, есть ещё нравственные чувства, душа, совесть. Бессовестность наказывает само себя. Мы говорим о свободе. А в чём её суть? Если обращаться к человеку, самая суть свободы в чём и заключается – добро или зло? Совесть или бессовестность? – Вот оно где прежде всего осуществляется свобода человека! Всё кричат о разных правах человека, о свободах человека! Боже мой! Да, да, да! Это верно! Да! Это права верны! Где корень-то их? Оказывается, находится в человеке добро или зло? Что ты выбираешь, человек, в конечном счёте? Как-то в одной из газет я прочитал такая критическая была заметка, и там такая фраза, которая врезалась просто невольно в сознание, в память. Но это было очень давно, в прошлом тысячелетии ещё! Представляете, когда не было интернета, писали, такая фраза прозвучала – телевизионная чума насилия! Правда! Это было сказано не о нашем телевидении, это там, там! У нас-то было совсем получше, много лучше! А там настоящая телевизионная чума насилия! Теперь бы надо перефразировать, не правда ли? И уже не махать даже головой и не показывать ни на Запад, ни на Восток, а сказать «интернетная чума насилия!» Такое насилие, которого, пожалуй, ещё в истории человечества не было! Всё незаметно проходит! Он только влез в этот свой телефончик и всё! И его не вытащишь оттуда никаким подъёмным краном! Весь погрусился! Куда? Свободно! Свободно? Как приобретается свобода? Что это такое за свобода? Я вот сказал уже о Евангелии, а там есть одна замечательная фраза. Делающий грех, то есть поступок против совести... Грех – это поступок против совести. Делающий грех – раб есть греха! Раб! Что такое грех? Грех – это рана – рана, которые наносит человек своему, прежде всего, нравственному сознанию, но не только! Не только! Грех пьянства – это разве только нравственному? Или грех наркомании? Разве только это духовное? Это прямое тело затрагивает! Грех – это рана, которой наносит себе человек! Я знаю, что это нехорошо! И вдруг я делаю? Объясни! Как это такое? Ты знаешь, что сидеть на раскалённой сковороде нельзя, и вдруг садишься? Объясни, пожалуйста! Делающий грех раб есть греха! На алкоголиках, наркоманах мы это великолепно видим! Сами, кажется, кажется, ой, хотел бы! Хотел бы! Никак не могу! Я помню, меня однажды подвели где-то в Америке одного подвели человека познакомить! Я смотрю этому человеку лет 60! Мне говорят, ему 25 лет, его едва удалось спасти от наркотиков. Свобода! Легко потерять свободу! И прежде всего свободу нравственную очень легко! Каким образом? Когда человек начинает, начиная с мелочей, а затем, и переходя к более серьёзным вещам, поступать против голоса совести! В каждом человеке есть нравственные чувства! В каждом! В каждом! Совесть в каждом человеке это есть! И надо же понять, каким образом, откуда это, почему это? Это говорит, друг! Почему протест против каких-то вещей? В чём дело? Протест объясняется очень просто! Мы же знаем, почему на мороз одеваемся! Знаем, чтобы ушко не отмёрзло! Прекрасно понимаем! Так и здесь тоже сама природа человеческая, она прямо протестует и говорит, зачем ты это делаешь? Не делай ты этого! Ты себя калечишь! Пойми! Ты калечишь себя! Нельзя! Ещё раз повторяю, как важно знать, что нравственные законы, они также незыблемы, также незыблемы, как и прочие законы природы. Нарушение как других законов, так и законам нравственных влечёт за собою калечение человека, что с человеком происходит только, когда он становится на путь, на путь, собственно, даже не становится, а когда этот процесс идёт постепенно, когда он живёт, не слушаясь этого голоса совести, и таким образом втягивается, вот знаете, как втягивается, как вот бывают такие, знаете ли, вот в океанах говорят, когда корабль тонет, то здесь образуется такая воронка, надо обязательно отплывать, иначе затянет туда. Тот же процесс происходит и здесь. один из мыслителей седьмого столетия, может быть, один из самых глубоких мыслителей даже, может быть, седьмого столетия, его имя было Исаак, он был из Сирии. Он говорил невежественная свобода мать всех пороков. Кстати, вы знаете, это перевод, перевод там, слово первое – невежественное, по другому переводу – необузданное. Не знаю, какой уж более точный, но смысл один и тот же. Вот это необузданное, невежественная свобода – мать всех пороков. И дальше прибавляет конец этой свободы – жестокое рабство. Невежественная свобода – мать всех пороков. О какой это свободе идёт невежественной? О чём идёт речь? О, здесь много уровней. Об одном из них писал Фёдор Михайлович Достоевский в своём замечательном романе «Братья Карамазовы» в образе вот этих братьев Карамазовых, когда один из них, Иван Карамазов, произнёс такие слова, которые действительно поражают буквально ум и душу человека. А если Бога нет, то всё позволено. вот, оказывается, как! А что же это всё? Что всё? Ты можешь съесть в два раза больше, жить в два раза дольше? Что всё? Что Бог отнимает у человека? Призывает только к совести! Ешь, человек! Для тебя это создано! Наслаждайся! Ешь! Ну, не объедайся, как свинья! Пей, человек! И вино тебе не напивайся ты! Да! Брак! Великолепно! Счастье! Женись! Выходите замуж! Счастье! Берите! Берите! Говорит Бог! Но не развратничайте! О первом, что говорят все медики, можно сказать, почти все болезни наши, простите меня, скажу, от обжорства, о пьянстве и говорить нечего, знаем, что происходит с людьми, о нарушении, нарушению этого великого религиозного принципа, религиозного, нет, человеческого принципа целомудрия, к чему приводит? Счастье, да? Развод за разводом! Плачущие дети! Эти страдания! Это счастье? Да избавит Бог! Отчего же свобода тогда? А если Бога нет, то всё позволено! Что всё, ещё раз повторяю, какой ужас, какой самообман! Что, можно прыгать с 15 этажа, да? Какое счастье и наслаждение! Я показал только первый, самый главный уровень, фундамент, что такое свобода и где, в чём она коренится. Первый и самый важный, в конце концов, человек должен решить решить вопрос о смысле жизни, что она заключается только вот в этой жизни, или личность бессмертна, или личность неуничтожима. Всего два варианта! Если моя душа, моё я погибает вместе с телом, какой ужас! Потому что мы не знаем, что будет через минуту, даже через минуту не знаем, а уж не говорим, что будет через день, через год и так далее. Кто знает? Кто знает? Сколько он ещё проживёт? Никто не знает! Никто не знает! И о чём тогда речь? Если же, напротив, личность неуничтожима, если действительно есть Бог, и человеку предстоит вечная жизнь, причём не какая-нибудь, а христианство говорит, что обещана человеку прекрасная жизнь! Я, знаете, обращаю внимание на это слово! Кстати, хочу сказать, в христианстве Бог одно из знаменований имеет, знаете, какое? Красота! Как мы не можем, когда что-то увидим прекрасное, как зачарованные, смотрим и кричим другим, посмотрите сюда, какая красота! Бог является первичной красотой! Вот, оказывается, кем Он является! Так вот, оказывается, и смысл жизни человеческой, если действительно, действительно Бог есть, есть вечность, и личность неуничтожима, о, тогда открывается действительно смысл жизни! Тогда я понимаю, почему совесть кричит! Не делай этого! Спасайся от этого! Напротив! Тогда я понимаю! Ещё бы! Какие трудности мы переживаем, когда нужно поступить в университет, например? Какие эти экзамены? Господи, Боже мой! И всё для чего? Для нашей будущей жизни! Какой будущей? Ну, пусть небольшой какой-то! А если мы сопоставим вообще нашу вот эту вот жизнь с вечностью, с бесконечностью, тогда о чём же может идти вообще разговор? Первое, что человек должен свободно избрать! Повторяю! Свободно! Итак, я животное, которое умираю вместе с телом, или я бессмертная личность, которая ожидает вечность? И не какая-нибудь вечность, а ещё раз повторяю, прекрасная! Счастье нашей страны и нашего народа в частности заключается в том, что удивительным образом оно ещё сохраняет православие! Не удивляйтесь тем, кто не знает, но поверьте мне, это действительно счастье, что православие! Потому что если бы только познакомились с тем, что творится с западным христианством, до каких извращений там уже дошло понимание христианства, то бы тогда поняли, да, православие – это ещё действительно последний очаг света, а не чего-либо, последний очаг свободы! Итак, первое, первое и необходимое, в чём должна проявляться свобода человека, твёрдо продумать, продумать, посмотреть, взвесить все за, слышите? Взвесить все против этих двух вещей. Я только здесь живу или я, как личность, вечен? – Дальше всё становится понятно. Дальше тогда становятся понятны все эти нравственные требования, все нравственные предписания и о тех, которые говорят нам внутри, в голосе нашей совести, и о тех, о которых в частности говорит Евангелие. Меня просто удивляет, когда находятся люди, которые протестуют против Евангелия. Что плохого, скажите? Вы что там нашли плохого? Это же какую красоту человека изображает там Евангелие! Это же просто найти ничего, кажется, ничего лучшего же, чем то, что оно предлагает нам, каким должен быть человек. И возможно это? Возможно! Возможно! Да! Только надо немножко самому потрудиться над собой. Над собой! Мы готовы сдвигать горы! Но только не над собой трудиться! А как хорошо сказал один поэт! Да, бой с самим собой есть самый трудный бой! Победа из побед! Победа над собой! А мы всё побеждаем, всё направо-налево, кроме самих себя! А сами не можем справиться с самой даже негодной мыслишкой или чувством, которое поднимается в нашей душе и отравляет наше сознание! Христианство в этом отношении – это является не просто религией, это является принцип жизни как таковой, потому что оно утверждает, что человек нравственно чистый построит и всё вокруг себя красоту безнравственной, нечестной, он и любую красоту разрушит. Вот вам свобода! Один из наших замечательных мыслителей XIX века Иван Сергеевич Оксаков – это сын знаменитого нашего изумительного писателя, я не знаю, как вы, ну просто его, ну невозможно читать без восторга, Сергея Тимофеевича Оксакова, невозможно оторваться, ничего замечательного! Так вот, Иван Сергеевич Оксаков написал замечательные замечательные просто слова в отношении того, что теряет человек, который не знает христианства, что теряет народ, что теряет само наше развитие, отступив от христианства. Я вам зачитаю эти слова, надеюсь, что они вам понравятся. Посмотрите, что он пишет. Прогресс, отрицающий Бога и Христа, в конце концов становится регрессом. Вы это не наблюдаете? Запад уже вообще потерял Христа и Бога! Что там творится только в моральном отношении? Это какой-то кошмар! Цивилизация, пишет он, завершается одичанием. Верно! Я помню, как-то прочитал книжку о каком-то африканском племени дикари живут на Западе. А теперь я понял, где живут дикари на Западе. Свобода завершается деспотизмом и рабством. О! Насчёт этого бы стоило действительно поговорить, что сейчас происходит на том Западе. Какой там деспотизм и рабство! Там уже мамаши и папаши, вы не посмеете воспитывать своего ребёнка так, как это вам нравится! Извините! Будут воспитывать в школах? Так? Как спустило оттуда сверху спускают! Попробуйте вы на Западе сказать что-нибудь против гомосексуализма, тут же слетите со всех постов! В школах уроки специальные проводятся. Специальный день государствен выделен о гомофобии. Что вы такое рабство! гомофобия, еще я вам скажу, мы еще живем в свободе, еще пока мы можем критиковать, не соглашаться с этим. На Западе никто не смеет не согласиться с этим! Тут же всё потеряет! Один английский епископ, англиканский, вздумал не принять на работу какого-то гомика, потому что он сказал, что он такой. Знаете, что было? О! Тот подал в суд, суд приговорил уплатить, во-первых, огромный штраф этому и одному комику, так, во-вторых, публично извиниться перед ним и, в-третьих, принять на работу. Какая красота! Такая свобода невероятнейшая просто! А гей-парады какие? Чуть такое меньшинство проводят такие гей-парады! Что случилось-то? Почему-то большинство не проводит там, что творится! Какие шествия! Да, как прав Иван Сергеевич Аксаков! И дальше он продолжает. Совлекши с себя образ Божий, человек неминуемо совлечёт, уже совлекает с себя и образ человеческий, и возревнует об образе зверином. Образом зверином он называет сатанизм. Зверином не просто животное. Человек не сможет остановиться на уровне животного. Он обязательно сползёт на дно сатанизма. И мы видим, мы видим, как он развивается сейчас, именно развивается сейчас. Папа Римский, Папа Римский уже открыто глава миллиардной церкви назвал Христа дьяволом. До какого кощунства уже можно дойти? Кто? Никто-нибудь! Даже не сатанисты! Что происходит? Все говорят о человеческом достоинстве и говорят, что без свободы нет человека. Ну, правда? Кажется и так! Но скажу вам так! Многие находились в тюрьмах, в страшных лагерях и оставались людьми. Полные человеческого достоинства и, наоборот, роскошь и полные потери всякого достоинства. Сейчас это особенно важно, когда на нас это двинулось, двинулась волна западного, я бы сказал, менталитета. В чём он выражается? В чём суть его? Так сказать, ну, по крайней мере, наиболее очевидная суть. В чём суть? Деньги, а не истина! Деньги, а не совесть! Деньги, а не Бог! Деньги, а не красота! Слышите? Я уж ни о другом не хочу ни о чём говорить! Примитивизм-то какой! Что такое деньги? Сейчас-то с ними через час тебя на кладбище несут! И это у тебя высшая ценность! И ещё раз хочу напомнить! Христианство нисколько, нисколько не возражает против того, чтобы человек имел нужный ему достаток! Но осуждает его, когда он вместо достатка стремится к тому, чтобы разбогатеть, как клоп раздуться! Вот что осуждает! И мы в чём видим происхождение того и другого? Всё в той же свободе! Человек, куда ты направил свою свободу? К чему? К добру? Или ко злу? К счастью! КОНЕЦ Продолжение следует...